Так, всем привет, друзья! В общем, понедельник, раннее утро, начало 9-го. Я уже встал, как говорил, пошел в магазин и купил себе дополнительное освещение. В прошлый раз я покупал, упаковка была, конечно, практически такая же, только другого цвета. И сама лампа, она тоже синего цвета, но не черного. Здесь мы видим черный цвет. То же самое все осталось, изменили только одну кнопку, которая включается, проверяет уровень зарядки. Вот, она более утопленная. Те же самые 2000 люминов. Вот батарея, заряженная, не заряженная. В общем, горит. Ну, сейчас написано около 4 часов 25 процентов 8 часов. А, нет. Все правильно. Короче, на полную мощность 2 часа. Вот. Это более чем достаточно, когда две такие лампы у вас на даче. Ну, вот, в принципе, и все. То, что я хотел купить. И, судя по количеству этих коробок, может быть, уже купили. Сейчас время 8.24. Я вышел из магазина. Но коробок там не так уж и много. Соответственно, даже уже сегодня, в некоторых филиалах, эти лампочки закончатся. Все знают, что те, кто уже сталкивался с игрой, они уже знают, что это за лампы. Но, несмотря на их вот такую цену, да, 19.99, вот, все равно будут брать. Потому что очень удобно зарядил. И с вами свет уже на полную мощность 100%. 2000 люминов очень-очень ярко светит. Вот, допустим, я вот, если в вечернее время попадая на дачу, меня она выручает. Я полностью долго не свечу. Но вот, освещая, допустим, какое-то время. Вот, и прихожу домой, она еще светит. Но я еще выбираю, зная, что она через, допустим, определенный количество времени может потухнуть. Потому что быстро, да, идет расход. Вот, соответственно, ставлю немножко ниже. Уровни. И этого, в принципе, тоже надолго хватает. Судя по всему, солнечные лучи попадают на матрицу. Вот, у меня камера пролежала в машине. И она начинает отогреваться. Холодно, да, представляете? Холодина. Ну, как и говорили, середина марта. Где-то будет очень холодно. Вот. Зима возвращается. Несмотря на то, что было в 18 градусах. Ну, к этому стоит привыкнуть. Я посмотрел, в каком состоянии находятся почки. Вот, почки начинают просыпаться в некоторых местах на деревьях. Там маленькие, допустим, такие веточки, да, появляются на стволе. Ну, появились на стволе. И вот уже на этом стволе, ну, на стволе, на маленькой веточке, почки распустились. Ну, вот, и это, конечно, ну, не повлияет на плодоношение и на цветение дерева. Ну, все-таки хотелось бы, чтобы дерево не замерзло в такую вот экстремальную температуру. Потому что слишком большой перепад идет. То на солнце у нас тепло, то потом ночью наступает заморозок. Я сегодня вышел, и я увидел, что вот стекла машин, они замерзшие. Явный признак того, чтобы был небольшой заморозок. Вот. Сами представляете, в каком состоянии у нас находится землица. В общем, такое сейчас тоже яркое солнце. Я сейчас еще заеду в магазин. Если честно, я уже и не помню, что я хотел еще покупать. Так, тут мучается, пытается припарковаться. Наверное, очередная женщина. Ничего против вообще женщин, не имея милые. Женщину наши, дачницы, красивые, умные. Но вот, если некоторые из них садятся за руль автомобиля, то это, ну, чуть ли не катастрофа, друзья. Потому что сложные такие вот перекрестки, круговое движение. Это все то, особенно утром, все то, что собирает огромнейшие пробки. И причиной как раз таки вот являются женщины, которые имеют огромнейшие проблемы с этими участками движения. Да, она, допустим, перед круговым движением тормозит заранее, задолго начинает тормозить уже весь трафик. Потом очень долго ждет, пока образуются люки. Потом медленно проезжает. И напрямую развивает такую скорость, которую, ну, за это нужно штрафовать. В общем, совершенно нелогично. Да, вот, как-то ведет себя там, где надо поднажать. МИ едет медленно. Там, где надо ехать нормально, в соответствии с ограничением скорости, она превышает все это. Ну, это необъяснимо, друзья. Продолжение следует...